За видимой легкостью скрывается упорный труд. Виртуозная игра Заремы Алиевой затрагивает струны души. Я ею дышу и без нее дышать не могу. Вот, наверное, это касается скрипки и музыки. Вот без музыки дышать не могу. И без скрипки то же самое. Детские годы Заремы Алиевой прошли в Самарканде. Она второй ребенок в многодетной семье. В 7 лет ее, как и старшую сестру, родители отвели в музыкальную школу. Именно там и состоялась судьбоносная встреча. Пришли в музыкальную школу, меня сразу записывают на фортепиано. А вышел такой человек, мужчина, он взял скрипку и начал наигрывать хай-тарму. Я поняла, что я влюбилась в этот инструмент и уже без него не смогу. Я вцепилась, помню, хорошо в этого преподавателя и говорю, я буду играть только на скрипке. Вот с того дня я скрипку с рук не отпускаю. Музыкальная школа, музучилище и 6 лет консерватории. Путь скрипачки не из легких. Трудовая страница жизни Заремы Алиевой открылась еще в юности. Она начала работать в Самаркандском театре оперы и балета. Сидела за пятым пультом в оркестре. И когда заболел концертмейстер, нужно было сыграть соло в балете «Лебединое озеро». Ну и тогда так получилось, что меня посадили и я сыграла это соло. И вот с того момента я стала работать помощником концертмейстера. А мне было всего лишь 15 лет. 20 лет назад Зарема Алиева переехала в Крым и начала работать в Кипу преподавателем. Вторым домом Зарема Аханум называет Крымский инженерно-педагогический университет. Ведь именно с этим местом связана большая часть ее жизни. В 2003 году был создан скрипичный ансамбль «Сельсибиль», который существует и по сей день. Музыканты ансамбля и студенты Кипу очень тепло отзываются о своем преподавателе. На сегодняшний день, получив бесценный опыт в консерватории и вообще побывав за границей, я с уверенностью могу сказать, что этот человек действительно мастер своего дела. И не только хороший педагог, но и очень хороший человек. Ансамбль «Сельсибиль» целый год готовился к международному конкурсу, который должен был пройти в Турции в мае. Но неблагоприятная эпидемическая обстановка разрушила планы. Сейчас занятия проходят как дистанционно, так и в обычном режиме. По словам студентов, играть на скрипке в таких условиях очень непросто, ведь из-за маски не видно струн. Но несмотря на это музыканты продолжают заниматься, потому что музыка – это их жизнь.